привет друзья ну что и пришел пипец потому что абсолютно нежданно и негаданно в декабре внезапно в киеве произошел гололед никто не мог этого предположить что и понятно собственно мэр это в принципе голубь который думает только о воровстве да ну а киевляне или гости столицы можно так сказать потому что я думаю что в большинстве своем именно гости столицы голосовали за этого прекрасного мэра получили в принципе то то что получили на улицах трындец мы заходим в травмпункт как вы понимаете это травмпункт и мне уже с лестницы он уже нравится все пахнет таким кстати чем-то таким ну видным можно сказать видно как как работают сегодня оперативно уж не 8 часов вы своими часов сети а что у вас случилось купали вышли из дома прошли 100 метров то есть они стоят 4 часа очереди ввиду того что видео снято в полдень 4 часа в очереди почему потому что травмпункт один один на киев потом начали искать трампунт они все по закрывали эти трампунты только один трампунт вот на новостейской 9 и добирались пришли сюда здесь один доктор все трампунты закрыты и на то есть свои основания потому что ни один идиот не может предположить что в декабре кто-то сможет подскользнуться и упасть кем надо быть что в декабре подскальзываться то общая очередь вот видите приезжает скорая по скорой пропускает а общая очередь стоит которая своим ходом пришла и вот мы здесь ничего еще до конца не сделали а вы откуда сюда добирались с оболони сюда оболони потому что нигде нету больше травмпунктов все закрыто вот на что закрыто на ковид в травмпунктах лечат от короны вот так вот то есть все брошено теперь на на борьбу с короной и все кроме денег из фонда откуда их украли на дороге да ну в общем мне на самом деле вот это совсем не нравится потому что я могу себе представить ужас людей которые в 70 плюсом ломают руку а потом четыре часа в очереди ждут когда я просто смотрю на богатырской там детский трампун там нас не принимают и вот пришлось сюда на мастинскую а как вы сюда добирались такси на такси вы тоже на такси потому что идти невозможно понимаете дороги скользкие они не посыпаны а так это богатые пенсионерки на такси понятно а теперь представьте как себя чувствуют бедные пенсионерки я утриру конечно сарказм на самом деле а те которые не смогут доехать они же и дойти не смогут что с ними будет они будут умирать своих квартирках а сегодня один всего лишь врач один врач таксисты молодцы молодцы поддерживаю знаете как когда 11 сентября рухнули башни близнецы так рассказывают таксисты возили бесплатно да но еще там других местах а у нас постоянно одно и то же тема ровная как происходит какая-то беда обязательно надо взвинтить цены молодцы поддерживаю вас ребята я так понимаю сегодня такси а сколько вам кстати не знаю я не знаю меня вы прям возле дома упали да я бы я бы вернулась бы но я просто я себе сказала что я буду идти осторожно и прошла по 100 метров но ничего не посыпано было вы понимаете нигде не песка ничего не было понятно а у вас на полусобную тоже упала вешла лимон купить потому что болеет и поломала поломали руку то что вас уже хотя бы ну обследовали приняли я полдня уже стою дождаться не могу врач только посмотрел поставил крестик и вы спрошу помощь это ничего мы справляемся справляемся у меня мама он уже не может рентгенку и рентген уже 4 часа почти да не стоит 4 часа как я говорил 4 часа женщина ждет чтобы просто осмотрели девушка упала без сознания очнулась с разбитой головой в машине куда я везти не знаю вызвали скорую помощь сказали не приедет больше 20 на очереди все вы сюда сами привезли да 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 сейчас крови машине ну крово остановили все а принимают сюда нет но принимают но вызывать скоро не по скорой принимают а мы и так привезли ввести в бсп и больницу скорой помощи на левый берег ее не принимают потому что принимают только по скорой а скорая говорит мы не можем выехать потому что вы у нас 20 в очереди таким образом эта девушка которая сейчас находится у этих ребят в машине которые решили ее спасти она может умереть не может случиться абсолютно все что угодно и это все происходит в 21 веке на территории сомали лэнд я просто уже пытаюсь уходить от этих определений помойки да хотя вот это вот отчетливо пахнет помойкой но в принципе в киеве тут без злоразства без ничего киевляне голосовали они получили меня все пока насколько действительно культура образующая религия влияет на устройство и быт любого народа в католической церкви большое пространство как правило белом выкрашенные стены зачастую служба ведется священником лицом молящимся то есть все видят что он делает мы видим что все открыто и понятно и ничего не скрывается тогда посмотрим на жилье например поляка как правило если это квартира это студия мы посмотрим на заборы в польских поселках это сеточка всем все видно соседям видно что делается у соседей хорошо в экономике именно из скажем так римского мира к нам пришли открытые декларации налоговые все видно все прозрачно все должно быть очевидно и